Шалом уважаемый, с вами снова Илья Механик и это традиционные субботние итоги недели от мопеда раритета, которые плавно перетекли в воскресные. Почему воскресные? Потому что сегодня воскресенье и вы его сегодня увидите. А задержались они по причине того, что у меня происходит небольшой ремонт. И вчера я немного был занят не своими делами, а общественно полезными по дому. То есть поклейка обои, уже третий или четвертый день у нас идет. Ну и плюс двигал много этого, мебели. Ну и ходил по делам, там водителя попросить. Какие итоги? Вы сейчас наблюдаете ступицу, переднюю ступицу от переднего колеса ГАО. Как вы понимаете, я их разобрал и план на эту неделю выполнен. Но разобрал и как же без печальки на этом мопеде. Вот сейчас я предлагаю присмотреться, если вы видите. Вон видно, да? Барабан тормозной относительно ступицы перемещается. Так же самое и вот эта вот часть. Видно, да? Это говорит о том, что у нас разбиты заклепки. То есть скорее всего мы будем это дело переклепывать, либо же... Не знаю, короче, потом подумаем о чем это. Я сначала не мог, кстати, когда разобрал, понять вот в чем смысл вот этого щитка. Это как специальный грязозащитный щиток, чтобы грязь вот сюда не налетала на тормозной механизм. Вот я пытался его, кстати, отмыть. Вот эта грязь размачиванием, размачиванием не очень сильно-то отходит. Еще поразмачиваю, все-таки не хочется хром сохранить на этой детали. Ну и параллельно куплено там два года назад вот ступица тоже самая такая вот есть у меня передняя, в более в лучшем состоянии. Она не люфтит, она жесткая. Наверное, ее я и заспицую. Хотя мне сказали, что это ступица от LZM-ов львовянок. Так что подозреваю, так как щит тормозной будет тут наут гаусской, то и ступица могла быть львовянская. Вот. Далее там были куплены подшипники. Количество 12 штук. Четыре открытых подшипника. В нормальном состоянии их тут вымыл в гараже сегодня для двигателя. Куплена болванка D16-40 диаметра. Будем из нее точить притир. Тут порядка 250 миллиметров. Я так подозреваю, это с головы должно хватить. Там полторы длины рабочей, на входы цилиндра. То есть вот у нас цилиндр вот с такой высоты, то есть полторы, вот с головы, вот этот палец хватит этой болванки. Обошлась она 210 гривен. Сколько обойдется изготовление притира? Ну, я думаю, гривен 700 так точно обойдется, потому что там операция шлифовки. Будем ругаться с токарями, проверять. Вот в кадре видите ключик, которым я разбирал спицы. Два дня, кстати, разбирал колеса утром и вечером. Перед работой, после работы, где-то в свободное время находилось перерыв после монтажа серии. Ну и конечно же обода. То есть увидите, это у меня безобразие обои. Процесс идет еще. Передний обод более-менее живой. То есть осталось только почистить вот эту вот ржавчину, ржу. Вот уже тоненькими шкурками, когда я шкурик писал, там описываю, вычищу, отполирую. С задним ободом все немножко печальнее. Так как там стояли большие спицы тюнингованные, отверстия тут значительно больше, чем стандартные. То есть видно, да? Ну и вот, вот эта вот коррозия обода мне не нравится. По наружке вроде как вот в керосине более-менее часть говна сошла и ржи коррозии. Так что я не знаю еще. Ну и печалька по этому ободу вы уже знаете. Там стояла ХВЗ-шная втулка приваренными блинами. То есть втулка уколхожена, убита. Ее я вот сейчас на фото вы увидите. Ее естественно даже особо не отмывал. Просто взял, отнес в гараж и положил туда. Не знаю, получится ли найти втулку риговскую. Потому что мы в Украине. Для нас Рига была дефицит. У нас был свой ХВЗ по идее. Дефицитно будет эта втулка. Ну посмотрим. Будем искать, мы не сдаемся. Ну и одна из печалек, о которой я молчал. Специально не озвучивал. Кореец, надеялся до последнего. Сейчас я на экранчике. Как говорится по-нубски это сделаю немножко. Тихо-тихо-тихо. Ух-тихо. Так вот уу-уууу-уу. Так оп. Есть. Поршень для Явы-бобеты, для моего мопеды Стелла 2134 с бобетовским движком, он не доехал. Поршень был заказан на католическое рождество 25 декабря, 27 декабря он выехал. Во-первых, я в январе начал лановаться, написал продавцу, типа, а где поршень? Долго не стоял с отправки. Он, типа, дружище, не волнуйся, отправь 27 декабря. Сообщи, если, типа, не дошло. Ну, я говорю, у нас праздники, типа, 6-го еще вряд ли должно прийти. Подождал я, в понедельник пришел на почту, ничего. Написал, он говорит, давай, если к концу недели не придет, я тебе повторно отправлю. Ну, вот, в общем-то, вчера пошел на почту, у них потрусили все. У нас два отделения. Одно для заказных писем, второе для посылок. Ну, я думал, мало ли поршень мог пойти как посылка, не заказное письмо. И в итоге, не там, не там, из Соединенного Королевства, он, то есть, United Kingdom локация, никаких посылок не приходило. Ну, продавцу написал, так и так, он говорит, без проблем, я тебя отправляю второй раз. То есть, нормальный мужик, ну, для них там 20 долларов не сильно много, для нас 20 долларов при зарплате в долларов 100, это большие деньги. А для них это, ну, мелочи, кирица-потери. Так что, пока что мой вот этот вот цилиндр для Бобета М225, он с задирами, напомню, кто не помнит, то есть, тут такие капитальные у нас задиры были. Не видно сейчас на... А, вот, видно. Вот они, вот они, задиры. Вот. И я сразу решил брать второй ремонт, 39.5. Ну, и, в общем, поршень этот не приехал. Поэтому я еще больше вчера расстроился, и думаю, ладно, не буду ничего заниматься, снимать. Так, настроения нет. Займусь лучше ремонтом, помогу. Еще один нубский момент. Опять съемка с экрана через камеру. Я вот заказал себе на этой неделе интересное такое крепление универсальное для руля. Ну, то есть, хочу поснимать вот эту камеру, в частности, в HD. GoPro еще не купил. 200 российских рублей. Ну, то есть, конвертер, герлокация, переводит это все в рубли. То есть, универсальность, поворот, там вот эта вот вещь так вращается по кругу, там, под наклоном. Ну, и на руль буду крепить. Вообще, у меня куча трубок в гараже, куда можно закрепить, куда вот штатив этот низкий не влазит. Ну, будет интересно производить съемку. Ну, для вас, как говорится. Все для вас. Приедет, зараза, где-то дней через 60, да, по-моему, тут. Хотя, кстати, вот я оплатил, через 2 часа его уже отправили. Я вот смотрю по трекингу, в пятницу он там какой-то там промежуточный склад уже попер. Попер этот пересыл. То есть, оперативно продавец. Все быстренько. Вот бабло зашло, быстренько отправил, уже и трекинг пошел. Обычно иногда до 5 дней надо ждать увидеть, что трекинг. Нет, тут сразу. Ладно. Идем дальше. И, в общем-то, вот такие вот наши печалькины. Что-то в последнее время печаль. Ну, это в любом случае, у любого реставратора, где те, кто занимается и покупает уколхоженное, будут печальные новости. Ну, будем потихоньку с ними бороться и надеяться, что третья посылка из Великобритании ко мне дойдет все-таки. У меня было 3 посылки из Великобритании. Одна пришла, вот вторая не дошла. И вот ждем, надеюсь, в третью. Просто перестану тырить на почту, либо таможенники тупого включать, когда обнаружит вот такая вот какая-то фишка. Там цена 20 долларов. Ну, наверное, они это типа конфисковывают или что. А потом не знают, что с этим делать. Потому что этот поршень, ну, там, свои, как говорится, еврейские размерности, что только на этот мотор. Куда они его потом будут сандалить, мне неизвестно. Ну, если там знающие не вскрыли. Теперь решили все зажопить. А то их проблемы. Негодяя. Ладно. Благодарю всех за внимание. Не буду нагружать. Отдыхайте. Тоже начнем новую неделю. Надеюсь, с более лучших результатов. Всем пока.